Всем привет! Это Хабаровск Онлайн и в ближайшие несколько минут мы вспомним все самое интересное и обсуждаемое из сети за последние дни. А именно, первые победы нового года, звериный гоп-стоп и песню Адель поют мармеладные мишки, носки и корюшка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сервис позволяет связаться с организаторами проектов, познакомиться с проектной документацией, организовать встречу на интересующем вас объекте. Сейчас здесь уже нанесены метки по тем адресам, где люди во дворах разбивают клумбы, побеждающие в конкурсах, где в подъездах на стенах создают буквально картинные галереи, где организован раздельный сбор мусора и другие. Заходите, посмотрите, может что-то есть смысл и в своем доме сделать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые победы года от сильных духом и талантом хабаровчан. Как сообщила на своей странице жительница нашего города Елена Кочегарова, она вошла в пятерку самых быстрых спортсменок-ледолазов в мире. Женщина взяла пятое место на первом этапе Кубка мира по этому виду спорта в южнокорейском Чинсане. Подняться выше можно было только при стечении обстоятельств, но их к черту, никому не желаю. Я абсолютно довольна. Много мыслей, чувств и нового опыта, которыми хочется поделиться. Но пока скажу главное. Испытываю острую благодарность к своему тренеру. Сколько сил он вложил вот в это. И, наконец, я смогла его порадовать. А еще наши скульпторы показали класс на фестивале «Снега и льда», который на днях прошел в Харбине. Как сообщает интернет-издание «Хабаровский край сегодня», победителем этого конкурса стала работа монгольских художников «Музыка знает мое сердце». Композиция команды Харбинского союза ледяных и снежных скульптур «Амплуа женщины-воина» поделила второе место с работой художников из Якутска России «Струна». А работа резчиков из Амурска Хабаровского края и другие произведения заняли третье место. Также награду за мастерство получила скульптура «Кандинский» из Вяземского Хабаровского края. А работа второй команды из Амурска «Пьяный джаз» — премию за творчество. Вообще в этом турнире приняли участие 35 команд резчиков по льду из 16 стран мира. Жительница села Тополева сняла необычное природное явление, и этот ролик активно перепощивали дальневосточники. Очевидно, автор видео вышла с утра во двор и крайне удивилась. В небе было два солнца. На самом деле это гало — оптическая иллюзия, результат преломления света в кристалликах замерзшей воды. То есть это что-то вроде радуги, но одноцветной. В старину люди воспринимали такое явление как предзнаменование чего-то недоброго. А в поселке Хор Хабаровского края люди посреди бела дня сняли рысь. Причем, судя по описанию к этому видео, хищник гулял прямо в центре этого населенного пункта. Также сообщается, что дикое животное душило кошку, но жители Хора ее спугнули. По словам сельчан, хищница в населенном пункте объявилась еще до Нового года. Однако возвращаться в лес, по-видимому, не торопится. А вот на Камчатке животные не ждут милости от людей. Они просто устроили ограбление, причем организованной группой «Морт». На Камчатке два подельника напали на грузовик с рыбой. Пока один отжимает добычу, второй спешит ему на помощь. Владельцам грузовика ничего не остается, как снимать беспредел на видео. А этот сидит, ждет тоже что-то. Интернет охватил новый челлендж, и в нем многое замешано. И известная поп-певица, и мармеладные мишки, и даже владивостокская корюшка. В конце 2018 года певица Адель объявила, что уходит со сцены и хочет посвятить себя воспитанию сына. Вскоре после этого в социальной сети ТикТок стало вирусным видео с мармеладными мишками Харибо. В нем под музыку живого выступления Адель с песней «Someone Like You» показывался один медвежонок, которому подпевало множество других мишек Харибо. И понеслось. Люди воссоздают концерт Адель при помощи пельменей, винных пробок, катушек с нитками, банкнот, зефирок. А жители Владивостока записали видео с корюшкой. И еще немного позитивной интернет-дичи. Вы знаете, какая фотография в Инстаграме набрала самое большое количество лайков? Не знаете? Сейчас узнаете, и мне кажется, пользователи вновь пробили очередное дно. Итак, вот эта фотография. Да, обычное куриное яйцо. На сегодняшний день фотка набрала несколько десятков миллионов лайков. Ранее чемпионкой по лайкам была фотография в аккаунте моделей и сестры Ким Кардашьян Кайли Джейнер. В феврале 2018 года она публиковала снимок своей новорожденной дочери. Сейчас фото понравилось 18 миллионам юзеров. Так в чем же секрет яйца? Да, видимо, в описании к фотографии. Там сказано, давайте вместе поставим мировой рекорд и сделаем пост с наибольшим количеством лайков в Инстаграм. У нас получится. Ну и хэштеги крутые, конечно. Лайк не яйцо, воины яйца, банда яйца. Вообще, начало года в сети какое-то безумное. Чего стоит, например, петиция, размещенная на сайте change.org. В нем женщина обращается к президенту России Владимиру Путину с просьбой сократить срок беременности. Да-да, именно так, сократить срок беременности до 7 месяцев. По мнению автора, некой Анны Рыжковой, врачи-акушеры сталкиваются с вопросами введения переношенной беременности у одной из каждой десяти женщин. А срока-недельная беременность ставит под угрозу демографическую ситуацию в нашей стране. Молодые российские мамочки, может быть, и хотели бы рожать быстрее, но это ограничено самой природой. И автор петиции обращается к президенту с просьбой разработать медицинские методы по сокращению этих сроков. К слову, за эту петицию подписались почти 7 тысяч человек. Я подписываюсь, потому что считаю, 7 месяцев не предел. За последующие 10 лет срок беременности можно будет сократить и до 5 месяцев. Больше, конечно, на шутку похоже, но всякое бывает. Обращения придумывают, как сделать жизнь на Дальнем Востоке лучше и отправляют свои предложения на сайт dv2025.rf, который заработал в декабре. Эта платформа создана совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения в рамках реализации мероприятий по разработке национальной программы развития Дальнего Востока России на период до 2025 года. Любой человек может направить туда свои идеи, а другие пользователи могут проголосовать за них. На сегодняшний день пользователи уже оставили более 1800 предложений. В топ идей от Хабаровского края выбились такие, как, например, льготная ипотека, бесплатный пролет на запад страны два раза в год, предложение объединить Хабаровск и Владивосток скоростным экспрессом, снизить региональную ставку транспортного налога и многие другие. Почитать их и оставить свое предложение вы можете на сайте dv2025. Вот интересно, хоть одно из этих предложений будет реализовано? Что ж, на этом все. Подписывайтесь на телеканал Хабаровск во всех социальных сетях. В инстаграме нас можно найти по адресу khv.tv, а в ютюбе по запросу телеканал Хабаровск. Лайкайте, комментируйте, ставьте хэштег «Смотри Хабаровск» и делитесь своими фото, видео и интересными новостями. Пока-пока! Субтитры делал DimaTorzok